ну что ж всем привет спасибо огромное простите всем тем кто пишет комментарии под роликами читать мне это все очень интересно это правда ну и читаю время от времени о пластинках которые вы хотели бы увидеть здесь в моих руках и услышать то что я о них думаю но я повторю то что говорил несколько раз что здесь у меня в общем-то не стол заказов а я говорю о своих любимых пластинках если наше желание своим совпадают то эту пластинку которую вы хотите увидеть увидите несколько раз мне писали про группу love один ролик кстати говоря есть посмотрите в плейлистах вообще перед тем как что-нибудь просить посмотрите плейлисты может быть пластинка которую вы хотите увидеть здесь она уже а бы было сказать обозреваемо здесь а может быть и нет так что смотрите на плейлисты про первый альбом группы love я уже говорил не буду утверждать что рассказывал я просто про него говорил и вот какая штука как-то принято считать у нас в массах благодаря журналистам прежде всего которых я терпеть не могу журналистов не люблю вообще в принципе единицы есть есть единицы пусть никто не обижается есть несколько человек которых я с которыми я действительно могу разговаривать спокойно все остальные как-то меня не вдохновляют особенно телевизионные журналисты но и бог с ним бокс не бокс ними так вот принято считать что в нашей стране популярность группы love было выросла с подачи егора летова который любил очень группу love и не то чтобы пропагандировал эту музыку но постоянно и упоминал и так пошло 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 летов любит love надо слушать надо слушать летов любит love я могу сказать что это не совсем верно летов любил группу love действительно и правильно делал я тоже очень люблю эту группу но впервые я услышал про эту группу от майка науменко примерно в те же самые годы когда егор летов слушал группу love может быть даже и раньше еще вот что я скажу вероятно раньше и майк допускал даже определенное святотатство иногда он говорил что группа love ему нравится гораздо больше чем the rolling stones что было откровением каким-то и шок вызывало как это лучше the rolling stones ничего не может быть по моему нет у меня love тоже нравится они не хуже так опускал планку вероятно он имел ввиду первый альбом потому что следующие пластинки насколько я знаю вкусы майка они не совсем совпадали с с этими самыми его вкусами но 1 1 альбом и 2 даже первые две пластинки это в чистом виде музыка майка то есть музыка которую он любил и от него собственно говоря мы все и узнали о существовании вообще это то есть о существовании знали где-то читали что есть такая группа love какая-то калифорнийская что такое да ну стали слушать и все и и я в эту группу влюбился основательно окончательно и бесповоротно и просто ее обожаю так вот и как я уже заметил что про первый альбом ролик один записан вот второй альбом называется до капа то есть повтор что-то такое вроде повторов вроде повторения музыкального фрагмента это у нас тоже 66 год буквально через несколько месяцев подвис после записи первого альбома артур ли и группа love записал вот эту пластинку фотография очень похожа на то что было сделано на обложке первого альбома и эта пластинка является как бы шагом вперед по той же самой дорожки который была протоптана на первом альбоме но артур ли он человек такой такой степени гениальности был что рядом с ним я не знаю кого даже можно поставить человек который бурлил идеями они внутри его формировались самые разные он писал музыку в самых разных направлениях в самых разных стилях с абсолютно разным звучанием и самое удивительное в этом это то что все это ему удавалось нафантазировать можно внутри себя все что угодно а вот реализации когда доходит это уже другая история у артура ли все это получалось в этом просто не то чтобы его гениальность гениальность его она существует в независимости не от чего а это какой-то просто какое-то чудо я таких артистов честно говоря не знаю может быть фрэнк заппа но фрэнк заппа вот это немножко другое все-таки немножко другое а у артура ли получалось все что все вот невероятное количество самой разной музыки в его голове самых разных песен самого разного звучания самых разных аранжировок все это у него получилось и в результате его пластинки звучат таким образом что ни одна из последующих не похожа на предыдущие до такой степени что кажется что это разные группы играют совсем хотя переклички с первым альбомом на втором здесь явные есть например в первой песне stefani knows who тот же самый гаражный такой гитарный навал как в первом альбоме но гораздо более мелодичный гораздо более широко звучащий потому что артур ли добавил сюда уже духовую секцию расширил состав группы по моему всем человек числилось на тот момент в группе love как-то так ну и может быть это были сессионные музыканты но из того что я где-то там вычитал когда-то похоже на то что просто официально всем человек был уже такой такой коллектив ну и звучание соответственно мощная плотная однако идем дальше orange skies песню которую написал гитарист группы это совсем прозрачная акустическая красивая лирика не похожая при этом на музыку сан-франциско того времени на вот эти самые хиповские песни лето любви но она такая нежная такая трепетная откуда что берется хочется спросить это все хорошо на куая вида следующим еще более нежно еще более прозрачное еще более какой-то такой с испанским налетом ба скажите вы а где же группа love та самая тот самый гаражный урок который любил майк науменко и который говорил что это круче rolling stones пожалуйста seven and seven из четвертая песня это круче любого гаражного рока круче любого но не круче не знаю рядом со студжес наверно можно поставить только сыграно в 10 раз мощнее потому что группа ого-го какая и они дали я не знаю это первая песня панк-рока наверно в мире записанная музыкантами да кстати кстати в степени на уску в первой песне там вот этот самый гаражный на навал мелодически мелодическая часть а потом гитарная такая а тональная игра вдруг откуда ни возьмись появилась а артур ли в ту пору очень любил слушать музыку майлса дэвиса и музыка майлса дэвиса здесь в его прочтение она немножко присутствует но вот seven and seven is там никакого майлса дэвиса нет там просто такой бешеный панк-рок которого тогда еще не было никакого панк-рока но такое просто какое-то зверство настоящее артур ли играет дробь на барабанах может барабанщик не смог сыграть то что попросил сделать ли у него не получалось артур ли сам взял сыграл сам хотя он не барабанщик но у него получилось то что внутри заставила руки делать так как нужно все было здорово ну и после seven and seven is уже кажется но вот опять мы наконец-то вернулись в тот самый гараж к настоящему звуку группы love но нет до кастал опять опять нежность 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 голоса артура ли и прекрасные такие гитарные акустические раскладки думаешь ну здорово шикам цен кауэрс последняя песня на первой стороне это вдруг неожиданно наконец-то тот самый гимн лета любви сан-франциско узнаваемая совершенно музыка то есть несколько разных стилей уже на первой стороне артур ли охватил и завершил настоящий калифорнийской полу психоделической такой баллады не баллады но гимнообразной такой истории про лето любви думаешь ну какая красота первая сторона переворачиваешь на вторую сторону и попадаешь на полотно под названием револейшин 18 минут 57 секунд как сказать джем это или не джем или это концептуальная пьеса не от репетированные или от репетированные что не поймешь потому что здесь играют все 18 минут с пением с криками с бизгами соло на гитаре соло на духовых соло на ударных бас-гитара играет невероятный какой-то такой такой ритмический рисунок со свингом с мощнейшим и все это так достаточно с одной стороны монотонно а с другой стороны очень интересно и завораживает гипнотизирует и очень громко и очень по роковому и все это почти 19 минут и практически в одном аккорде здравствуй майлз дэвис крички были в ужасе от этого полотна несмотря на то что первые армии называли это называли эту пластинку замечательные как-то так замечательная замечательная сторона альбома гениальная сторона альбома группы love вторую сторону даже не рассматривали потому что там откровенное зверство откровенный психоделический такой какой-то накат на вал джем можно сравнить с альбомами милса дэвиса концертными кстати говоря где такой музыки очень много и все с большим пиететом ее воспринимают ну что-то милс дэвис а здесь калифорнийский какой-то человек артур ли который там с группой doors дружил и какой-то вообще наркоман хиппай да и что такое записал ничего подобного ничего подобного и некоторые люди пишут я с ними совершенно согласен тот случай когда с критиками соглашались что если бы не было второй стороны вот это ее надо было бы придумать потому что если бы вторая сторона тоже была бы набором из шести прекрасных песен разнообразных интересных тонко сыгранных классически аранжированных замечательно спетах то группа love было бы просто рок-группой одной из многих очень хороший очень хороший но в ряду всех остальных групп еще одна очень хорошая пластинка а вторая сторона показывает что группа love это не просто группа такая как все она не такая как все и от нее можно ждать всего чего угодно и этот номер 19-минутный он ведь не отвратительный он не 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 такой концептуально иронично саркастический как например там это машин мюзик лурида который откровенно записал издевательство для рекорд компании который должен был по контракту альбом записал вот этот гитарный рев но это считается концептуализм пускай считается я лурида очень люблю и этот его шаг антикоммерческий или коммерческий другой стороны он мне абсолютно понятен здесь нет здесь музыка revelation это музыка это не просто какое-то вот безумное сумасшествие артур ли я уже говорил что у него такое количество идей такое количество он столько хотел разного столько разного и того и другого и пятого и десятого и все это ему удавалось повторю я да и в revelation он реализовал то что не не вошло на первую сторону и что не вошло даже на первый альбом гаражный жесткий гитарный безумный абсолютно это вот такой привет майлсу дэвису и привет авангардный авангардному джазу можно сказать не совсем авангардному джазу но такой свободной импровизации самовыражению своим чувством которые он демонстрирует в своем крики своей гитарной игре своем руководстве всем этим хаосом казалось бы структурированным очень хорошо структурированным в общем эти 19 минут пролетают не скажу что как одна но пролетают достаточно быстро и с большим удовольствием я слушаю этот номер revelation так что полный вперед очень советую второй альбом группы love который называется до капа является продолжением первого альбома как я уже беру концептуального но вот эта пластинка номер три это совсем отдельная история уже фарева changes на мой взгляд это лучший альбом шестьдесят седьмого года может быть и рядом я поставлю the pipe or the gates of dawn pink floyd наверное это равноценный альбом и все-таки первый pink floyd и вот этот самый фарева changes love и про него я расскажу отдельно долго подробно много с примерами из жизни шутками прибаутками но для этого мне надо сходить и выпить пока